Пока продавцы магазинов только подтягиваются к кассам, прилавки на ярмарке уже наполовину пустые. После двухмесячного перерыва здесь ажиотаж. Хорошее мясо домашнее, берите. Советую. Советом Руслана Шевелева покупатели внимают. Десятиклассник из Калейкино-Альмитевского района на ярмарке вызвался помочь дяде. Выезжаем часку в 10 в 11. Вечером? Да, вчерашнего дня. Не спал сегодня? Не спал сегодня? Спал, как убитый в газели. Но ночь в грузовике стоит того, признался Руслан. За экологически чистыми и дешевыми продуктами горожане приходят с семьями и с детьми. И знакомые продавцы, и сыны все устраивают хорошо. Чем в магазине даже, это везде, чем на базаре, это нам очень хорошо устраивает. Первый раз мы сегодня стали с ним так рано и пошли на ярмарку. Мы потому что приходим капусту ему покупать соленую. Вот пришли сегодня с ним рано. Ну как, не пожалели, что пришли? Нет, не пожалела. Большая очередь после двухмесячного перерыва выстроилась за овощами, а некоторые горожане уже сразу идут к своим продавцам. Покупатели уже своих, они уже подходят к своим уже продавцам, находят и заказывают. Мы принимаем заказы, соответственно, по следующей ярмарке уже привозим. Один из самых, что называется, топовых товаров на ярмарке – молоко. Вот здесь еще пару часов назад его было 300 литров. Сейчас середина торгового дня, а за прилавком осталось меньше 10% от изначального объема. Так спрос и предложение находят баланс, который устраивает обе стороны прилавка. С удовольствием купила мясо, творог. К сожалению, огурцы рано приезжают, не успели. Сейчас яйца еще на Пасху надо тоже взять. Все хорошо, купили муку, вот купили песок, яйца купили, все нравится. Мясо тоже хорошее, я купила мясо 290, песок хороший, мука дешевле. Это лишь первая сельхозярмарка этой весны. Каждую субботу в городах республики они будут проходить до середины мая. Слава Тухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова